Всем большой привет! Вы на канале Семена Партнер, с вами Виталий Декобрев. И сегодня для вас очередная подборка овощных культур, которые вас точно порадуют своим урожаем. И начнем мы с капусты Кальраби Виолетта. Давно мне нужно ее было убрать, но вот-вот-вот-вот и в общем дотяну. Но тема интереснее попробовать на вкус, насколько она нежная. Ну понятно, что кожица у нее уже, наверное, грубоватая. Но интересно, насколько мякоть вкусная и нежная. И заодно узнаю, растрескалась ли она внутри. Вообще капусту Кальраби незаслуженно игнорируют наши огородники. А мне она очень нравится. Я ее использую и в рагу, и в свежем виде в салаты. Ее можно и жарить, и тушить. В общем, уникальная капустка. Давайте срежем. Вот она, красотка. Хабаре. Если стереть восковой налет, получается такой красивый насыщенный цвет. И больше похоже даже на драконий фрукт. Капуста Кальраби Виолетта. Сейчас разрежу. Посмотрю, что внутри и попробую на вкус. Режется с трудом, конечно, капустка. Ну что, друзья, никаких пустот я здесь не наблюдаю. Полагаю, что около самого хвостика здесь она, конечно, будет очень жесткая. Для пищи непригодная. Попробую. И вот долька так долька получилась. Попробую как раз в районе хвостика. Да, действительно, здесь мякть очень грубая. В принципе, съедобная. Я думаю, для рагу эта часть подойдет. Ну а в верхней части она нежная, вкусная. Мне напоминает и орех, и руколу, и, собственно, капусту. Ммм, вкуснятина. А тем, кто обожает в белокочанной капусте больше кочерыжки, то эта капуста именно ваша. Далее уникальный гладкий огурчик Герольт. Гибрид Герольт – один из немногих представителей мелкоплодных гладких огурцов. Это потрясающий салатный огурчик с нежной и ароматной мякотью, хорошей урожайностью и устойчивостью к стрессовым условиям. И, друзья, очень интересно, какие огурцы вы выращивали в этом сезоне. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие сорта и гибриды понравились, а какие не очень. Далее вместе с Василием Ивановичем, генеральным директором агрофирмы «Партнер», попробуем томат «Миллениум». «Миллениум» – это тоже российский гибрид томата, который мы производим сами. И у него интересная форма, которая, по мне, всегда вызывает аппетит. Цвет, форма и урожайность. Вот ради этих качеств я бы выбрал гибрид «Миллениум» и вырастил бы у себя на участке. Что я и сделал. Крупные плоды, абсолютно правильная форма. А как резать-то удобно, да, вот на колечке-кружочке? «Миллениум» тоже обладает высокими вкусовыми качествами. Здесь пустот нет. И этим «Миллениум» и интересен. Вкус, нет пустот. Обратите внимание, нет пятен по томату, особенно таких полосочек. Вообще нет ни одного пятнышка. У плодоножки. Обычно, опять же, свойственны перцевидным, сливовидным томатам, удлиненным с носиком. Такие небольшие пятна. Здесь пустот нет, поэтому этот томат для консервации, для заготовок будет очень-очень-очень. Мне вот, кстати, все-таки вот что-то в последнее время вяленые томаты делают мелкие. А я вот хочу попробовать вот такой вот мясистый крупный томат. И опять-таки, да, яркий вкус. Серьезно, вот для засолки это вообще просто идеальный томат. А для салатов я вообще люблю вот такие томаты. Их так резать удобно. «Миллениум», конечно, хорошего. Хороший томат, хороший, качественный такой. Мы направляем селекционную работу еще и на выровненность, и на красоту плода. Хочу отметить по поводу «Миллениума». «Миллениум» действительно устойчив к заболеваниям. Мы работаем над устойчивостью к кладоспариозу. И мы работаем над раннеспелостью, чтобы томат успел отдать свой урожай, ну, до прихода совсем не очень приятных заболеваний, таких как фитофтороз, например. Ну, а теперь я покажу вам баклажан, который получается даже у самых начинающих дачников. Это баклажан Андрюша. Поверьте, уж с ним проблем у вас точно не будет. Урожайность на высоте, завязываемость идеальная, вкусовые качества отличные. Это гибрид, он раннеспелый. От высадки 65-дневной рассады до технической спелости проходит 65 дней. Растение желательно формировать в три стебля. Высота растения 90-100 см. Кусты сильным ростом полураскидистые. Плоды цилиндрической формы с некоторым расширением вершинной части. Глянцевые, с темно-фиолетовой окраской. В большинстве своем выровненные по форме и размерам. Длиной 20-22 см. Массой 250 граммов. Мякоть плодов плотная, белая, сладковатая. В любом возрасте без горечи. С отличными вкусовыми качествами. И с минимальным количеством семян. Этот гибрид устойчив к резким перепадам температур, а также вирусу табачной мозаики. На очереди сортовой томат «Прелесть Роузы», который никого не оставит равнодушным. И вот что примечательно. Мне вот такого цвета томаты очень и очень нравятся. Бледно-бледно-желтые. Но, как выяснилось, большинство огородников предпочитают яркие томаты. Но, друзья, попробуйте вырастить «Прелесть Роузы», и вы поймете, насколько этот томат вкусный и сладкий. А вот про урожайность, наверное, говорить не стоит. Про размер, я думаю, тоже не стоит, потому что вы сейчас его видите на экранах. Он настолько красивый, он настолько урожайный. Я просто уверен, что сосед по даче обязательно придет на дегустацию к вам, и еще потом попросит семена. А семена действительно с этого томата собрать можно, поскольку это сорт, друзья. И давайте прямо на ваших глазах. Я сейчас попробую этот мясистый томат. Посмотрите на разрез, какой красивый. Вы даже на видео это видите, что томат очень нежный. От вкуса можно с ума просто сойти, друзья. Томат индотерминатный, высокорослый. Можете выращивать как в открытом грунте, так и в теплице. Вы посмотрите, он практически не трещит, хотя в этом сезоне стоит страшная жара. И многие томаты дают трещины. Вот этот сорт показывает себя просто великолепно. Пожалуйста, запомните этот сорт еще раз. Он называется «Прелесть Роузы». А сейчас Василий Иванович Блокин-Мечталин расскажет о некоторой экзотике, которая растет на его участке. Василий Иванович, ну, томаты, понятно, классика, огурцы, баклажаны. А что-нибудь интересное, что-нибудь нетипичного планируете вводить? Или, может быть, что-то уже есть в ассортименте? Планировали и ввели. Теплица с арбузами и дынями. Вообще, в последнее время очень популярно стал выращивать дыни и арбузы в теплице. Здесь просто какой-то рай. Пошлите скорее сюда. Начало августа, средняя полоса. Тут, пожалуйста, вот что, арбузы. Дело в том, что мы работаем над порционными арбузами, работаем над арбузами, которые могут вырасти в средней полосе России. Конечно, мы рекомендуем использовать парники и теплицы для выращивания, но перед вами результат налицо. Как вы сказали, начало августа, а юнкер уже поспел и готов к уборке. То есть он уже даже прям поспел. Конечно, юнкер уже готов к уборке. Обычная теплица, друзья, 3 на 4. Сколько можно здесь вырастить арбузов и дынь? Прилично, на самом деле. Потому что на одном растении, если формировать по шпалере, как делаем это мы, может вырасти в средней полосе России 2 арбуза на растении. При посадке 3 растений на квадратный метр мы в теплице собираем 6 арбузов, которые будут ваши без применения химии. Супер. Кстати, есть интересный арбузик, вот он. Называется он Акмаль. Вот тут на одном растении мы собирали по 3 арбуза. И он очень сладкий и вкусный. Даже более урожайный, чем юнкер. Но при этом имеет размер чуть-чуть поменьше. Он настоящий порционный, до 5 килограмм. Василий Иванович, я точно знаю, что именно вы ввели моду на выращивание бахчевых культур вот именно в теплице. И не зря, потому что действительно это очень интересно. Если честно, я для себя специально оставил теплицу и посадил арбузы и дыни. Для того, чтобы свою семью обеспечить настоящими арбузами и настоящими дынями. Потому что они намного вкуснее, как показала практика. На сегодня это все. Семена всех вышеперечисленных культур вы можете найти в официальном интернет-магазине Семена Партнер. Желаем здоровья вам и вашим растениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова